Все повально бегают с новыми мечами, некоторые потому что урон огромный, а некоторые потому что ну вон другие бегают, я че тоже взял. Но взять меч в руки мало, надо наверное разобраться какой лучше, какие перки на нем желательно ловить, с какими модами мечи комбинировать. Вот давай в этом небольшом ролике и разберемся с основными моментами и подберем тебе хороший меч. Меня зовут Джонни Лейни и я рад что ты снова на канале Трипл Вайп. Итак, речь пойдет о двух сезонных мечах, Крюк Искушения и Лезвие Гильотины. Это новые мечи с уникальными механиками мощных атак, которые напрямую позаимствованы от экзотических мечей из первой части, Дарк Дринкер и Болт Кастер. Но на деле же даже лучше, что эти особенности ввели именно на легендарных мечах, поскольку теперь мы можем комбинировать урон с экзотическим оружием в другой слот. И прежде чем мы перейдем к подобному разбору перков на этих мечах, пара слов о спонсоре этого видео, об игре Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends это пошаговая RPG игра в мрачном и опасном мире фэнтези. Собирай и прокачивай сотни чемпионов, играя на смартфоне или даже на ПК. Испытай свои умения на нескончаемых турнирах, вступай в соревнования со всем огромным сообществом игроков в Raid, сражаясь в гнезде паучихи, на плато ледяного голема со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. Зарабатывай очки и выигрывай потрясающие награды и артефакты. А самое невероятное, что игра абсолютно бесплатна на любой платформе, так что ты можешь начать играть прямо сейчас. Качай Raid только по моей ссылке под видео и получи 100 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона Йотуна. Да-да, Йотуна, прямо себе в коллекцию. Только поторопись, все эти бонусы будут действовать лишь следующие 30 дней. Я уже жду тебя в рейде. Удачи! Как я и сказал, атаки у мечей уникальные. Один можно бросать прямо как экзотический меч, черный коготь, а с другим вращаться в смертельном вальсе, снося все вокруг. Для тех, кто все проспал, проговорим как получить эти мечи. Круг искушения первый и самый доступный меч. Получить его можно из теневой анграмы, как сфокусированной на оружие сезона, так и просто из теневой, сразу после того, как вам будет доступен фокусирующий аппарат около скитальца. А вот лезвие гильотины сначала игроку недоступен. Сначала его необходимо разблокировать в сезонном пропуске, докачав его до 30 уровня. Забирайте меч из пропуска и после этого он начинает падать вам из теневых анграм со случайным набором перков. Теперь вот давайте о них и поговорим. Какие перки нужно ловить на меч? Мне повезло, я выбил из первой же анграмы вот этого красавца. Как известно, стримерам и ютюберам подкручивают же, да? Ну вот, на его примере и расскажу. В первой колонке перков у меня выбран отточенная кромка, который увеличит урон от меча. На мой взгляд, это как раз именно то, чего я бы и хотел от меча. Больше урона. Второй столбец перков не так важен. Тут стоит ориентироваться на показатель скорости восстанов... Боже, у меня сейчас глаза вытекут от этого. После этого видео обратно на английскую версию, переключаюсь. Короче, ориентируйтесь на скорость восстановления атаки, чтобы вы могли спамить ударами большого противника как можно чаще. Некоторые перки в этом столбце существенно меняют показатель защиты от блока, но нас куда больше интересует эффективный урон. В третий столбец вам необходим град ударов. Перк направлен на быстрые атаки. При трех быстрых ударах перк пополнит боезапас вашего меча, что нельзя недооценить. Также в этот слот может встать перк неутомимый клинок, но его лучше ловить на меч крюк искушения, а не на гильотину. Поскольку заряженная атака, работающая на дальность, больше нуждается в откате патронов этой самой заряженной атаки. Но в четвертой колонке клинковый вихрь. Просто мастхэв перк на любом мече. Быстрые удары мечом с этим перком увеличат урон от оружия на короткое время. Есть у меня другой меч с перком в окружении в последней ячейке, и это тоже не самый плохой вариант, поскольку он также увеличивает урон, при условии, что вас окружают несколько противников. Так что если вам не будет ну никак вести на клинковый вихрь, и вы готовы будете сдаться, то в окружении рабочий вариант. Особенно если вы будете использовать меч с установленным модом, усиливающим этот самый перк. Но как же перк стружающее оружие? Его тоже можно получить на меча крюк искушения? Да, и он тоже дает хороший бонус к урону по боссам. Все верно. Но только вот клинковый вихрь накапливается до 5 раз, и тем самым дает бонус к урону в 30%, в то время как стружающее лишь 15%. Разница в 2 раза. Перк в окружении, кстати, даст еще больший бонус, 35%, но все же на мой взгляд использовать его куда сложнее, учитывая, что вам необходимо находиться прям в толпе противников. А мы же не хотим быть тем самым парнем, который взял меч и бежит с ним на босса, думая, что ну он непобедим, он отъезжает от первого же удара босса, и команда вайпается. Ну и разумеется, абсолют вам нужен на урон, как же иначе. Теперь как правильно заставить это все работать? И при каких комбинациях вам удастся внести максимальный урон? Тут стоит уточнить, что для каждого меча работают немного разные правила. Начнем с меча крюк искушения. Можно обратиться к комбинации, при идеальном роли вам необходимо сначала накопить бонус от клинкового вихря, нанеся 5 быстрых ударов, после чего использовать этот бонус к урону, прожав заряженную атаку, после чего вновь вернуться к быстрым атакам для накопления стаков. Это может сработать на крупных врагах, например, в открытом мероприятии контакт. Однако, в остальном, куда большего урона вы добьетесь, нанося серию из быстрых ударов без использования заряженной атаки, поскольку заряженная атака тратит значительное количество патронов меча, если можно так сказать, а серия быстрых куда экономней в этом плане. Для сравнения, мощная атака лезвия гильотины тратит 4 заряда, а атака крюка искушения аж в 2 раза больше, целых 8. Так что, перейдем к лезвию гильотины. Применяют то же самое комбо, 5 быстрых ударов плюс заряженный, и снова, вы, в зависимости от ваших резервов, сможете нанести по противнику свыше 1 миллиона единиц урона за весь боезапас, что просто невероятно для легендарного меча. Такие показатели впечатляют, но и их можно улучшить. Например, в комбо с новым модом Блестящий Клинок, который за 1 расходуемый заряд света увеличит урон от вашего меча на 5 секунд. Либо, если лень заморачиваться с модом, не зря в прошлом видео разбирали новый экзотический гранатомет Горстка Пепла, о котором я сказал, что он может заменять анархию в тех сценариях, в которых вам нужно использовать меч. Используя этот ядерный коктейль из комбинации ударов меча плюс гранатомета, или, например, пустотной гранаты с модом Гнетущая Тьма из артефакта этого сезона, вы будете наносить просто неприличный урон. Бонус же от мода Блестящий Клинок стоит рассматривать именно как альтернативу, поскольку он не стакается с другими бафами в игре, так что кладезь варлока, например, не увеличит его эффект. Однако отдельно стоит сказать, что мод Блестящий Клинок, который, как вы уже поняли, нужно обязательно купить у Призма Преобразователя, так что следите за его ассортиментом. Так вот, мод имеет дополнительный бонус, который активируется при установке в ту же шмотку любого другого электрического мода, как вот тут, например. Этот бонус значительно повысит скорость восстановления меча, примерно на полторы секунды, что, безусловно, отлично поможет при использовании крюка искушения на дальней дистанции. Кстати об этом, вы можете еще и патроны себе откатывать фактически бесконечно. У нас на эту тему была офигенная статья в группе от нашего подписчика, ссылку оставлю в описании, обязательно прочтите, если заинтересует, как же так стрелять из меча бесконечными патронами. Ох уж эти сайфай мечи. Давайте потихоньку к выводам. Нужны ли эти мечи тебе прямо сейчас? Да, безусловно. Это не то оружие, которое обязательно на рейды, или которое нужно в высокоуровневых испытаниях, или каком-нибудь состязательном пвп. Это именно то самое оружие, которое упростит тебе выполнение заданий в обычной игре. Удобный фарм, мероприятия контакт, прохождение охоты на кошмаров, сумрачного налета на невысоком уровне сложности. Ты можешь так стирать первобытников гамбития или боссов в подземельях. Вполне. Так что я уверен, что ты по заслугам оценишь эти мечи. Главное получить хороший ролл. И я надеюсь, теперь ты знаешь какой. Особенно стоит постараться для лезвия гильотины, который по факту лучшее оружие на ДПС прямо сейчас в игре. Я надеюсь, что не только мечи, но и мое видео тебе тоже понравилось, так что поставь лайк, поставь подписку и будешь узнавать обо всем самом важном и интересном из мира Дестини. Спасибо за просмотр. Удачи!